Что-то нюансов. Все, все было в этом катании. Ну и сейчас тоже звезда. Звезда Европы. Конечно же, звезда всей Венгрии Юлия Себестин. Чемпионка Европы 2004 года в Будапеште. К сожалению, после той победы, в которую она вложила огромное количество сил, вы знаете, каталась как будто в последний раз в своей жизни в Будапеште. После этого два года спад. У нее в 2005 серьезнейшая простуда на чемпионате мира. Вообще психологически, конечно, она сильно ломилась после той победы. Такое бывает. Вспомним теннисиста нашего Мишу Южного, который вытащил первый для нас кубок Дэвиса в Париже. После этого два года приходил в себя по его признанию. Ну давай, Юлия. Флип тройной есть, умница. Есть тройной флип. Ну что, каскад? Ах, двойной. Два, два, два. Два, два. Ошибка. Такого каскада не должно быть в короткой программе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, теперь все надежды на произвольную программу. У нее сильная произвольная программа в этом сезоне. Аттанал, Рауль Дебласио. Известная мелодия. На финале гран-при она даже опередила Микки Анта в произвольной программе. Пятая. В итоге, конечно, шестая по двум программам. Но все равно, все равно, в нынешнем сезоне неплохо готова, что показала на этапах серии гран-при и в финале. По крайней мере, она туда попала. В шесть сильнейших фигуристок мира. Да, меняется, Юля, меняется. Это отрадно. Фигуристка из поколения Ирина Слуцкая, Лена Соколовой начала очень давно кататься. Первое ее появление на чемпионате Европы датировано примерно годом 97-м. Вот, наверное, вот так вот. Может быть, чуть-чуть преувеличил, конечно, может быть, 98-м. Вот в те годы. Свои лучшие сезоны, она, конечно, очень гармонично сочетала и мощь, атлетичность, которая ей присуща. В то же время изящество и эмоциональность катания. Классный план. Очень приятное в общении Юля. Знаете, скромная, без такого, знаете, звездного пафоса. Немногословная. Гурген Варданян теперь ее тренер. Хотя долгие-долгие годы она сотрудничала с Андрошем Жарошем. И под его руководством выигрывала чемпионат Европы в Будапеште в 2004-м. Да, она прекрасно все понимает. Понимает, что ей придется бороться в произвольной. Уходят вперед Сара Майер, Каролина Костнер. Сейчас, конечно, ей главное посмотреть на оценки, понять, как она относительно Гедевинашвили и Киры Корпи располагается. 28-61. Это шестая сумма по технике. Но вот все-таки за компоненты-то. Мне кажется, чуть-чуть, чуть-чуть судеб поддавили ее компонентами. 53-87. Она опережает Киру Корпи. Да, она проигрывает трем фигуристкам. Но опережает и Киру Корпи, и Сашу, и Евлеву. Ну и, естественно, всех-всех-всех в дальнейшем. Четвертое место. Ну, не надо расстраиваться. Ничего страшного не произошло, потому что она отстает от Елены Гедевинашвили менее чем на балл. Конечно, разрыв. Две девушки вырвались вперед. Это Сара Майер и Каролина Костнер. Набрали 60 баллов. 60-49, 60-46. А все остальные далеко внизу. Гедевинашвили 54-62 сотых. А Юлия Себестин 53-87 сотых. Вот видите, меньше баллов их разделяет.